Очередной наш вебинар в рамках конференции «Устойчивое развитие людей, поддержка и кооперация». И сегодня нам расскажут про секреты, традиции, методы работы волонтёрского центра в Норвегии. С нами будет наш коллега Бьярти Бьёрнсен. Он руководитель волонтёрского центра в городе Саннес. Буквально через несколько минут он начнёт свой рассказ. Сейчас буквально скажу несколько слов про нашу конференцию. Она проходит в рамках проекта «НКО России и Северной Европы оказывают высококачественные услуги». Он посвящён развитию услуг некоммерческих организаций в наших странах. Наша цель – это познакомиться с разными опытом других стран, других организаций, поделиться своим опытом, найти те практики, которые интересны нам и которые могут быть применимы у нас, и показать коллегам из других мест, из других регионов страны, что у нас тоже есть чему научить, что показать интересного нашего вокального. В принципе, скажу ещё буквально пару слов про правила работы. У нас буквально будут минут 40-50 на выступление докладчика, после чего вы сможете задать свои вопросы, если они у вас возникнут. Если вы не хотите задавать вопрос устно, вы можете написать его в чат, и я его озвучу в конце. Кроме того, у нас работает перевод. Соответственно, все, кто хочет слушать или может слушать только по-русски, они нажимают по центру экрана, у них кнопочка «Перевод» и выбирают канал «Русский». Они будут слышать русскую речь. Ну, соответственно, те, кто хочет на английском, выбирают английский, слушают английское. В принципе, всё. То есть, я думаю, что если какие-то вопросы организационные возникнут у вас по ходу дела, вы можете писать опять в чат. Я постараюсь на всё вовремя ответить. Всё, коллеги, можете начинать. Добрый день. Рада приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном волонтёрской работе в Норвегии, традиции, методам и секретам. Что я хотела сказать, по сути, сводится к тому, что я уже вам сказал. И, наверное, только добавлю, что деятельность проекта включает в себя северо-запад России, Финляндию, Норвегию. И вы можете узнать больше информации о проекте на веб-сайте ngobridges.com. И там вы можете найти больше информации и о вебинарах в том числе. ngobridges.com. Надеюсь, что все сейчас выбрали русский язык и слышат перевод. Чтобы начать, я хочу представить вам участников. Я бы хотела обратиться к вам с просьбой, если вы будете задавать вопросы, и вообще написать о том, кто вы, из каких организаций вы представляете, потому что нам было бы очень интересно, какие люди сегодня работают с нами. То есть, например, сотрудничаете ли вы в основном с пожилыми людьми, или работали ли вы с молодыми людьми и так далее. То есть нам было бы интересно понимать аудиторию. Вот я вижу, что Мария написала, что она волонтер САФУ. С какими организациями вы работаете? Социальное волонтерство, да, очень хорошо. Ну и вот, пожалуйста, напишите, мы будем очень признательны всем участникам, если вы напишите о том, какие организации вы представляете и с кем вы работаете. Итак, сейчас я хочу представить вам сегодняшнего спикера, Бьярте Бьернсона, который является руководителем волонтерского центра муниципалитета САНОС. Итак, сейчас я подключу нашу презентацию. Буквально секунду. Пожалуйста, дайте доступ к презентациям, чтобы можно было поделиться экраном. Сейчас получается у вас? Сделано? Пробуем сейчас открыть презентацию, подключить демонстрацию экрана. Видите ли вы сейчас презентацию? Да, да, видно. Тогда мы сейчас меняем камеру, направляем презентацию. Итак, большое спасибо, Татьяна. Рад приветствовать всех, кто присоединился сегодня на наш вебинар, посвященный работе волонтеров в САНОСе в Норвегии. И как мы координируем работу волонтерских центров. Буквально через секунду я начну. Нужно вернуться. Вернуться на другой слайд. Сейчас буквально секунду, чтобы начать с первого слайда. Итак, все, спасибо. Все готово. Итак, меня зовут Биарте Бьернсон. Я являюсь руководителем волонтерского центра. Волонтерство в Норвегии вообще в целом, я хочу сказать, что для Норвегии волонтерская работа, это и работа команд волонтерских, это является самым, наверное, таким важным, существенным процессом в жизни страны. Потому что мне кажется, что если бы у нас не было волонтеров, то не было бы Норвегии в том виде, в каком мы ее сейчас знаем. Потому что волонтерская работа является неотъемлемой частью культуры страны, культуры Норвегии. Это своего рода часть жизни, и большинство людей не могут представить, наверное, свою жизнь без какого-либо участия в волонтерской работе. Почему? Потому что Норвегии это необходимо для того, чтобы мы имели здоровое общество, хорошее общество. И делаем мы это даже не с целью выстраивания карьеры или какого-то продвижения самого себя. Если мы, например, возьмем такие страны, как США, Великобританию, там тоже много волонтерской работы. Но зачастую эта работа представляет собой попытку рекламировать, продвигать самого себя, свое «я», достигать каких-то возможностей в обществе, показать, что они успешны, что они что-то делают. И они используют волонтерство, эту деятельность, вот такой лестницей достижения успеха. Конечно, это, наверное, возможно, но все-таки основной целью волонтерской работы должно быть стремление помочь другим. В Норвегии возможность стать волонтером, одна из возможностей, это присоединиться к какому-то волонтерскому центру. В волонтерских центрах присоединяются люди, выходцы из разных стран, разных национальностей. И это тоже очень хорошо, потому что это позволяет им лучше узнать норвежскую культуру, лучше выучить норвежский язык путем выполнения волонтерской работы. И мы получаем вот такую ситуацию, когда люди, приезжающие жить в Норвегию из других государств, они стремятся присоединиться к волонтерскому движению, чтобы лучше узнать страну, узнать язык и встроиться в это общество. Кроме того, мне кажется, очень важно подчеркнуть, что это некая политика, направленная на детей, потому что мы обучаем сразу своих детей, что есть такая преемственность, есть такая помощь между поколениями. Итак, ну, несколько слов теперь о Саннесе. У нас сейчас свыше 400 волонтерских центров по стране, и это количество постоянно растет. Волонтерские центры разные, потому что они отличаются друг от друга, как и жители страны. Они направлены в своей деятельности на разные цели, разные группы населения, то есть, например, они могут работать в городе, соответственно, у города есть какие-то свои потребности. Если они работают в сельской местности, но определенные потребности, конечно, отличаются в зависимости от того, в большом мы городе живем, или в маленьком, или вообще в деревне. И, конечно, у людей, у населения тоже разные потребности. Нет каких-то таких четких правил, да, какого-то законодательного нормативного акта, который прописывает, что вот если вы хотите организовать волонтерский центр, вы должны сделать то-то, то-то и то-то. Нет, здесь достаточно свободная система, то есть, если у вас есть желание, вы можете организовать работу. Например, есть группа людей, вы знаете, что в вашем городе есть люди, которые одиноки, им нужна помощь, и люди просто могут проявить инициативу и сказать, вот мы могли бы помочь пожилому человеку добраться до больницы или сходить за продуктами. Или, например, мы знаем, что у нас переехало несколько семей иммигрантов, и мы готовы, например, обучать их детей норвежскому заниматься с ними. Или, например, человек с какими-то ограниченными возможностями, которому надо помочь ухаживать за садом или делать уборку в доме и так далее. То есть, основной мотив, который движет всеми жителями Норвегии, заключается в том, что мы хотим сделать Норвегию лучшим местом для жизни. И происходит это за счет встреч. Люди встречаются, люди общаются, находят новые решения, лучшие решения. Поэтому наш слоган звучит так. Люди встречаются. Итак, у нас есть несколько общих целей. И цель заключается в том, чтобы сделать из волонтерских центров определенный хаб, определенный центр. То есть, мы хотим знать, что происходит в моем сообществе. То есть, мы хотим знать, кто люди, какие у них есть потребности и какие возможности есть у меня. То есть, мы стараемся всегда быть в подхвате. Мы готовы помочь. То есть, таким образом мы создаем вот такой пункт сбора. Мы обеспечиваем контакт между людьми. И обеспечиваем связь между муниципалитетами, между организациями. То есть, это как такой вот паук, который плетет определенную паутину. И соединяем в этой паутине разных людей и разных организаций. Наши организации всегда поддерживают нейтральное отношение к вероисповеданию, политическим взглядам и так далее. То есть, нам не важно, кто ты, откуда ты, ты можешь участвовать в наших организациях. Есть, конечно, определенные правила, к которым я еще вернусь чуть позже. И еще важно упомянуть, что наша деятельность не является какой-то конкурентной. Мы не конкурируем с другими организациями, мы им помогаем. Мы помогаем им расти, а не соревнуемся с ними. Если, например, организация проводит какие-то свои мероприятия в определенных направлениях, в определенных областях, мы не вмешиваемся в эту деятельность, не воруем у них волонтеров, идеи и так далее. То есть, мы только лишь помогаем им становиться сильнее и двигаться вперед дальше в своей деятельности. Итак, что такое волонтерский центр? Это, конечно, в первую очередь, это место встреч для людей из местного сообщества. Мы можем прийти и сказать, вот мне нужно час или два часа в день, каждый день. Это не имеет значения. То есть, в волонтерском центре можно найти какую-то деятельность, где твои возможности, твои умения пригодятся. Извините. Мы являемся ресурсом для других волонтеров и других организаций. Я прошу прощения, что тут вмешался телефонный звонок. Да, волонтерские центры помогают государству достигать определенных целей. И это очень важно, потому что таким образом мы помогаем всему норвежскому обществу достигать поставленных целей. И я думаю, что это действительно будет очень интересно, потому что если вы расскажете нам о том, как вознаграждают волонтеров, да, я об этом скажу, конечно. На самом деле волонтерство подразумевает работу именно волонтерскую. То есть, она не оплачивается как таковая, но мы поддерживаем людей в их мотивации, напоминая им о том, какую важную работу они выполняют. И многие из них, это люди, которые, например, были без работы какое-то время, например, они потеряли работу по тем или иным причинам, и у них было свободное время, и они не хотели просто сидеть дома без дела, хотели что-то делать. Или, например, люди по причинам какого-то состояния здоровья не могут выполнять ту или иную работу, и вынуждены были уйти с работы, но они не хотят сидеть без дела. То есть, они находят себя в этой волонтерской помощи. Мы проводим такие волонтерские ланчи, куда мы приглашаем людей, желающих заниматься волонтерской работой, мы разговариваем с ними, мотивируем их. И это очень важно еще и потому, что те люди, которые, например, не определились или не знают по-настоящему, что такое волонтерская работа, они тоже могут присутствовать и знакомиться с другими людьми, расширяются контакты. В Норвегии очень хорошая система здравоохранения, это нужно отметить. То есть, если, например, человек заболел и не может выполнять свою работу, то государство всегда о нем позаботится. Но есть люди, которые при этом все равно могут выполнять другую работу, и если они действительно могут какую-то свою работу выполнять, они могут вносить вклад в развитие общества. Но таким образом они делают эту работу не только для кого-то, но они делают это и для себя, потому что эта работа повышает их самооценку, они понимают, что они нужны. И болезнь уже не так сказывается на них, да, они чувствуют, что они сильны, что они приносят пользу. У нас очень много примеров, где люди начинали работать волонтером и постепенно выстраивали себя и начинали чувствовать себя гораздо лучше. Они справлялись с какими-то своими трудностями и достигали успехов. То есть, вот состояние такой пассивности, отсутствие работы, оно очень негативно сказывается на людях. И волонтерская работа позволяет преодолеть вот эти негативные моменты. И понимание того, что ты можешь помочь, в том числе и мигрантам, людям, испытывающим трудности, помогает. Ну и немножко, да, возвращаясь обратно к моей презентации, то есть важно сказать, что волонтерские центры объединяют людей, но при этом им не обязательно быть какими-то официальными зарегистрированными организациями. Это может быть просто группа активных инициативных людей, которые понимают, где есть потребность в их помощи, и они помогают. Мы можем, как волонтерский центр, таким группам тоже помогать. Мы можем, например, помочь им привлечь какое-то финансирование от государства на выполнение той или иной работы. Мы их направляем, показываем, где вот, может быть, они еще могут приложить свои умения. То есть, ну вот как я сказал, мы являемся своего рода ресурсом привлечения грантов и какой-то экономической помощи. То есть, мы осуществляем некое сотрудничество и посредничество между муниципалитетом, властями и волонтерами. И, как я уже сказал, мы вот такую связь постоянно поддерживаем между разными составляющими общества. Но наша главная цель, конечно, это в том, чтобы помогать конкретному человеку начать заниматься волонтерской работой. Потому что эта работа важна для общества в целом, для муниципалитетов в частности. И так, как я уже сказал, мы активно вовлечены в то, что выполняет муниципалитет. Различные департаменты, например, занимающиеся условиями проживания или вопросами занятости населения, вопросами социального обеспечения, управления школами и так далее. Некоторые из них сами отправляют к нам волонтеров, а некоторые, наоборот, запрашивают волонтеров у нас. То есть вот эта работа в двух направлениях ведется. Например, если какое-то направление в муниципалитете, какой-то департамент просит у нас помощи волонтеров. Например, какую-то работу... Здесь мы внимательно очень смотрим на то, какая именно работа требуется. Потому что если, например, это какая-то работа, которую должны были выполнять, может быть, за оплату, и волонтеров используют, скажем так, ну вот просто для того, чтобы за эту работу бесплатно, то это, конечно, нехорошо, потому что тогда мы конкурируем с теми организациями, которые должны зарабатывать на выполнении своей работы. Поэтому все-таки мы, конечно, должны понимать, что волонтеры в основном занимаются вот помощью в какой-то социальной работе. Например, помочь пожилому человеку в саду, то есть или сделать что-то такое. То есть эта помощь все-таки больше на таком личном уровне. То есть здесь было бы неправильно оставаться такой вот неправильный путь и попытки как-то выполнять определенные функции государства, перекладывать их на волонтеров. Может быть, можно какой-то пример привести, чтобы было более понятно? Да, конечно. Я думаю, что мы посмотрим на конкретных примерах. И на самом деле можно сказать, вот в самом общем виде, что мы сравниваем волонтерский центр с тепловым насосом. То есть мы понимаем, что вот есть люди, которые могут поделиться своей энергией, и эта энергия вместе создает большое количество тепла, то есть одно маленькое усилие, но создает очень важные и такие мощные последствия для всего общества. И приведу несколько примеров нашей деятельности. Например, есть такой проект, как «Интернет для всех». Мы, конечно же, заметили, что для пожилых людей порой бывает очень сложно начать работать в интернете, переходить в эту цифровую среду. Молодежь, все молодые люди легко используют свой персональный компьютер, мобильные телефоны. А пожилые люди не успели строиться вот в это изменение. Общество требует сейчас этого умения, и общество все больше и больше сейчас полагается на то, что каждый человек использует интернет для оплаты счетов, для управления своими банковскими накоплениями, для многих других вещей. Поэтому у нас есть такой проект, как «Саннес Сенея Сёрф», интернет для всех, это своего рода клуб, где люди встречаются, и молодые люди помогают пожилым научиться работать в интернете. Начиная даже от того, как включить компьютеры, и как открыть страницу, и так далее. То есть бывают люди, которые вообще не знают ничего о компьютере. И, конечно, цель, во-первых, в том, чтобы вообще какой-то прогресс был, а в конечном счете для того, чтобы пожилые люди смогли самостоятельно использовать цифровую среду для оплаты счетов, для управления своими накоплениями и так далее. И бывает так, что у пожилых людей просто даже нет родственников, которые могли бы им помочь и стать такими активными пользователями интернета. В Норвегии вообще сейчас практически все происходит онлайн. И все вопросы с начислением пенсии, оплатой счетов, даже рецепты на лекарства выписываются, и, скажем так, взаимодействие какое-то с врачом может осуществляться через интернет. Поэтому, конечно, если человек не умеет им пользоваться, то это очень плохо, очень сложно для него. Поэтому цель стоит в том, чтобы научить всех людей работать в интернете. Еще один пример, то, что мы называем «биение сердца», это группа, которая сотрудничает с христианской организацией, они работают не совсем в формате церкви, а больше как в системе волонтерской помощи. И проводят различные мероприятия. Вот, например, да, есть человек, которому вот мне нечего делать. Ему говорят, вы знаете, у меня вот масса всего того, что мы могли бы сделать. И человек может позвонить, например, сказать, что, вы знаете, вот я инвалид в инвалидном кресле, и мне нужна помощь по дому. Не могли бы кто-нибудь ко мне приехать и помочь. И организация направляет человека. То есть здесь вот такие простые какие-то практические вещи, практическая помощь, которую можно оказать людям. Есть у нас, например, такая организация, как Street Mediation, посредники. Это проект, который реализуется в национальном уровне по всей стране, и цель заключается в том, чтобы предотвращать подростковые преступления. Это очень хороший такой метод обучения молодых людей тому, как сдерживать себя, как управлять своим настроением, своими эмоциями, чтобы избегать конфликтов, избегать насилия. Это движение растет в Норвегии, и сейчас в том числе и в тюрьмах работает, чтобы люди, которые сидят в одной камере, в тюрьме тоже, скажем так, как мы преодолевали конфликты без насилия, и на самом деле результаты очень хорошие. Это очень интересный проект. Вот для результата этого проекта мы получили национальный грант. Еще один проект, который мы называем «Друг приходит в гости». То есть здесь волонтерская помощь, оказывается, в частном порядке конкретным людям. То есть это посещение одиноких людей, людей, у которых нет семьи, которые никак не участвуют в социальной жизни. И таких людей просто... Ну, либо приходят к ним в гости, чтобы пообщаться, либо выводят их на прогулку в парк или еще куда-то. То есть это вот такой друг, который может прийти и поговорить, выслушать. То есть это важно для людей. Поэтому так и называем «друг приходит в гости». Как часто вопрос, как часто приходят такие люди? Ну, на самом деле, это зависит, конечно, от потребностей человека. Если, например, одинокому человеку требуется помощь, и он может позвонить мне и сказать, что мне бы хотелось пообщаться с кем-то, поговорить. И я организую такую встречу. Но трудно сказать, но такое может быть раз в неделю. У кого-то, может быть, раз в две недели есть такая потребность. Но всегда, на самом деле, есть волонтер, который отвечает за это направление в работе. И если вот пользователи, которые, условно говоря, то есть человек, который нуждается в такой помощи, говорит, что я хочу, чтобы вы пришли в четверг или в пятницу, и волонтер говорит, хорошо, мы поняли, и мы начинаем искать волонтера, человек, который готов. Если вдруг, например, волонтер говорит, что я не могу прийти в понедельник, могу прийти во вторник. И на самом деле мы, конечно, согласуем это время, потому что надо понимать, ведь волонтеры – это тоже люди, у которых есть свои семьи, свои какие-то обязанности, дети, может быть, работа, поэтому, конечно, мы согласуем время, мы не можем заставить их приходить в определенный день, ведь это же неоплачиваемая работа, это работа по желанию, мы не можем требовать от волонтера что-то. Мы можем только спросить, можете ли вы это сделать, удобно ли вам. То есть я считаю, что как только мы начинаем чего-то требовать, и я считаю, что это конец на самом деле волонтерства, то есть если вот муниципалитеты вдруг начинают говорить, а почему вы не делаете этого или этого, я сразу понимаю, что разговор идет в не том направлении, потому что это волонтеры. Они делают свою работу тогда, когда у них есть такая возможность. Ну, если привести еще несколько примеров, такой вот бытовой помощи, волонтеры могут ходить в аптеку за покупками, приносить эти покупки людям. Ну, много вот таких. Но при этом они не выполняют такие работы, как, например, уборка в доме. Вот они могут делать работу на улице, то есть за пределами дома. Это, например, вот что-то вынести-принести, там что-то прибрать в саду. Но не по уборке. То есть есть определенные виды работы, социальной помощи, за которую отвечают именно муниципалитеты. У них есть специальное направление в работе. Мы не вмешиваемся в это, потому что, да, потому что муниципалитет отвечает за эти виды работ. То есть у нас есть определенный баланс, определенное распределение, разделение вот этих работ. Я не знаю, вот слышали ли вы, например, о таком явлении, как ремонтное кафе. Я могу сказать, что в Европе это очень такая распространенная идея. Вообще она пришла из Нидерландов, и в Дании тоже очень популярна. В Норвегию она пришла из Дании. И концепция заключается в том, что люди, скажем так, поддерживают какую-то среду взаимопомощи. И, скажем так, мы поддерживаем экономику тем, что мы повторно используем какие-то предметы, но при этом мы, опять же, не пытаемся конкурировать с людьми, которые профессионально дают жизнь вещам, да, вторую жизнь вещам. То есть понятно, что это не профессиональный ремонт техники или что-то, да, но это какие-то вот такие минимальные ремонтные работы, которые люди могут выполнить сами. Не платят за это большие деньги. Мы рассматриваем это как, ну, такой экологически правильный способ повторного использования каких-то вещей. То есть мы ремонтируем вместо того, чтобы выбрасывать мусор. Но вот я думаю, что это такой достаточно большой объем работы. И, наверное, люди, если они занимаются этим, то они по-настоящему занимаются этим. Например, мать-одиночка, у нее не очень высокооплачиваемая работа, и, например, она никогда не училась тому, как правильно подшивать одежду, перешивать что-то. То есть она может прийти в это ремонтное кафе, и она получает помощь от волонтера, и может ли она, например, научиться тоже там пуговицы пришивать или там ушивать одежду или что-то еще. То есть она, получается, может не только получить конкретную помощь с ремонтом одежды, но еще и научиться сама для будущего. Да, Татьяна, спасибо за то, что такой вопрос подняли. Это действительно очень важный аспект работы ремонтного кафе, потому что они действительно не только ремонтируют что-то. Там, конечно, есть люди, которые умеют, знают, как выполнить ремонт почти на профессиональном уровне, может, они когда-то профессионально занимались этим. Но действительно очень важно, что вот люди, которые приносят игрушки там или что-то, да, их действительно приглашают поучаствовать в этом тоже, то есть поучиться ремонту каких-то вещей. Это важно. То есть это такой, ну и социальный аспект, и экономический аспект. И, наверное, когда человек какие-то новые навыки приобретает и понимает, что он может делать что-то еще новое, это повышает его самооценку. В Норвегии действительно это очень популярно, потому что это верно, да, когда ты понимаешь, что ты можешь работать, ты можешь что-то делать, это помогает. И люди пользуются такой возможностью в ремонтном кафе. Есть люди, которые, допустим, эмигрировали в страну, и они умеют выполнять какую-то работу. Сейчас в Норвегии они не могут профессионально этим заниматься, но они могут выполнять эту работу в ремонтном кафе и использовать свои навыки в жизни. И при этом они получают контакты, социальные связи, общение. И даже если потом, допустим, они находят работу, они все равно уже не покидают это волонтерское движение, они будут все равно косвенно с ним связаны. То есть действительно очень важно отметить, что работа волонтера, она действительно позволяет и выстроить свое какое-то направление движения в жизни. И люди получают определенный опыт, который они даже могут включить в резюме. То есть даже если это резюме не рассматривается как опыт работы именно, но все равно это можно позиционировать как дополнительные навыки. Совершенно верно. Да, то есть любые дополнительные навыки, которые мы приобретаем, они могут быть важны для трудоустройства, и они могут в своем резюме на это сослаться. И вообще очень важно, когда человек показывает, что он активен, что он занимает такую активную позицию в жизни. Ну, также можно еще отметить, что вот на территории нашего сообщества у нас есть большое помещение, где мы проводим регулярные встречи волонтеров, команд, организаций, где волонтеры могут обсудить какие-то вопросы. и этот центр открыт для любого, то есть это бесплатно, и встречи могут происходить в любой момент по необходимости. Ну, надо еще отметить, что волонтеры также работают очень активно с домами престарелых. Люди хотят помогать, хотят показывать другим людям, что можно что-то улучшить. И на самом деле, самой лучшей, наверное, оплатой за работу волонтера является вот это чувство, что человеку, которому ты помог, стало легче, стало лучше что-то в жизни. Это очень важно. К нам часто приходят люди, которые испытывают какое-то чувство тревожности, и мы разговариваем с такими людьми. Вопрос, с ними встречаются профессиональные специалисты, или это просто общение? Ну, на самом деле, конечно, с ними работают профессионалы, но помимо работы профессионалов, помощи, которую они получают в каких-то медицинских учреждениях, этим людям все равно нужно общение, нужна поддержка просто в виде общения, поэтому они могут эту поддержку получить от волонтеров. Но вот бывает же так, что когда человек начинает говорить о своих проблемах, и он вдруг понимает, что он не одинок в этих проблемах, что есть у других людей такие же проблемы, и становится легче, когда эту проблему можно разделить. Ну, я, конечно, не смогу раскрыть сейчас все направления, да, их достаточно много, но назову просто несколько из них. Ну, например, да, у нас есть разные группы самопомощи, у нас есть группы, которые организуют какие-то праздники, мероприятия для сообщества, того или иного, и оно является бесплатным. Опять же, это вот обеспечивает людям место встреч. Вот еще у нас есть интересное очень направление работы, которое мы называем «Дневные и ночные вороны». Оно уже существует на протяжении 25 лет, и это очень эффективный способ и простая идея, которая заключается в том, что взрослые люди патрулируют улицы и обеспечат безопасность на улицах для районов, в котором они живут, чтобы предотвратить какое-то проявление криминальной деятельности или жестокости на улицах, проявление вандализма. Цель – обеспечить безопасность для молодых людей. То есть у нас люди носят такие желтые жилеты и с эмблемой на них, и жители района знают, что эти люди, какова их цель. И люди просто гуляют по улицам и понимают, что обеспечивается как своего рода безопасность. То есть они смотрят, чтобы эта безопасность была обеспечена. То есть люди, которые вдруг что-то там замышляют, такое не очень хорошее, они тоже понимают, что за ними следят, что их видят, что есть люди, которые отслеживают, контролируют такой безопасность. Ну, вот, соответственно, дневные и ночные вороны, из названия понятно, что кто-то из них работает в дневное время, а кто-то работает в ночное время. То есть особенно по выходным дням, когда работают клубы, какие-то бары, очень важно именно в выходные дни, чтобы ночные вороны находились на своем посту. Но это, конечно же, не полиция, и они не являются частью полиции. Если они вдруг видят, что, да, что-то происходит, такое противозаконное, неспокойное, они сразу же звонят, называют полицию, но они сами не вмешиваются, то есть у них нет каких-то полномочий, чтобы кого-то там задерживать или оказывать сопротивление или еще что-то. Они сами, они ни с кем не дерутся. Они пишут отчет о своей работе каждый раз в конце смены, подают его мне, и я читаю эти отчеты, на самом деле, очень часто читаю такие похожие формулировки, что вот мы проходили по такой-то улице и видели, что какой-то конфликт возникал между людьми в группе. они нас увидели и разошлись, как-то вот конфликт сам собой вот как-то ушел. То есть иногда даже просто появление этих людей в желтых жилетах уже производит свой эффект и не нужно вызывать полицию. То есть очень часто это при том являются родители тех же детей, которые гуляют по вечерам. То есть правильно ли я понимаю, что вот я как родитель могу одновременно и обществу помогать, и свою собственную дочь защищать? Да, совершенно верно. Вы правильно все говорите. То есть, допустим, может быть, вашей дочке 12 лет. И, конечно, она, ну, может быть, немного что там сюда гуляет, ей не 18 лет, но все равно, даже если она просто вечером гуляет с друзьями, очень важно понимать, что она находится в безопасности. Поэтому родители полностью разделяют здесь нашу беспокойность, нашу работу. Это как, да, вот такой субботник, только на норвежский лад. то есть, это, опять же, подчеркивает важность волонтерской работы. Сейчас очень много помогают студенты, которые после, например, обучения, там, или дети или в школе проходят по улицам города и докладывают о том, то есть, как обстановка была, например, когда заканчивается обучение в школе, да, вот с какого-то времени, и там до шести, например, часов, да, они могут патрулировать улицы. и можно сказать, что это есть запрос от общества, от местного сообщества, то есть, как-то контролировать, да, отслеживать жизнь молодых людей, и вы выступили с таким предложением. Да, совершенно верно. В рамках вот этой программы «Дневные и ночные вороны» у нас очень хорошее сотрудничество с полицией. Мы можем, ну, допустим, даже сигнализировать полиции о том, что где-то, да, какая-то обстановка складывается не очень спокойная, и полиция может просто подъехать, поговорить с людьми, то есть, посмотреть, да, насколько ситуация серьезная, есть ли какой-то риск там развития конфликта и так далее. У нас также есть группы по изучению норвежского языка, то есть, это, конечно же, направлено на людей, которые переехали жить в Норвегию, и им нужно подучить норвежский язык. То есть, они просто приходят, эти группы, и носители языка разговаривают с ними. Ну, у нас масса клубов, клуб специально для женщин, клуб специально для мужчин, и так далее. Как я уже сказал, у нас есть запрос от общества, очень ощутимый запрос, и часто ко мне приходят волонтеры и говорят, а почему, например, мы не делаем вот это, ведь мы могли бы еще делать вот это, и я поддерживаю такие инициативы, когда они приходят от волонтеров самостоятельно. Так что, в каком-то степени, мы такая теплица для волонтерских инициатив. Ну, вот, наверное, пожалуй, все, что я хотел сказать сегодня. Большое спасибо за такую чудесную презентацию. Мы тогда отключаем демонстрацию экрана. Слышно меня? Слышно ли нас? Хотите ли вы модерировать вопросы? Я думаю, что у нас есть вопросы. Даже, наверное, много вопросов. Вопросов достаточно много. Спасибо, во-первых, за презентацию. Дело было интересно. Мне показалось, что на самом деле не так сильно отличаются волонтерские организации в России и вот из того, что я сказал в Ярте. То есть, по крайней мере, очень схожие виды деятельности происходят. Может быть, не в том же, не совсем так, не совсем в таких же количествах, но примерно это вещи похожи друг друга. По крайней мере, братья. Может быть, и двоюродные. Я хотел бы спросить у коллег, участников вебинара. Есть ли вопросы, кто хочет задать их устно? Может быть, такие есть? кто-нибудь? Хорошо. Вопросов устных нет. Тогда перейдем к тем, что люди написали, потому что таких вопросов было несколько. Ну и, во-первых, такой большой вопрос. Имеют ли ваши волонтеры какие-то привилегии при зачислении студентов в вузы, колледжи и так далее? Очень хороший вопрос. Я на самом деле не уверен. Разговоры были такие о том, чтобы давать привилегии волонтерам, да, то есть какой-то документ, подтверждающий их активную работу в качестве волонтера, в социальных службах и так далее. Но пока, скажем так, такого вот формального решения вопроса такого нет, хотя мы об этом думали и мысль это, наверное, правильная. Хорошо. Следующий вопрос от коллег вызвал тоже интерес. Есть ли какие-то традиции среди волонтеров? Может быть, совместные выезды, пикники, что-то еще? Если есть, каким образом они оплачиваются, как они собираются, то есть кто спонсирует такие совместные мероприятия? Вы имеете ввиду, если волонтеры собираются и какие-то социальные мероприятия проводят? Нет, скорее, традиции внутри волонтерства. То есть внутри самих волонтеров традиции уже внутренние. Да, совершенно верно. Есть такие определенные традиции, то есть есть необходимость у волонтеров встречаться. и раз в месяц, например, у нас организуется обед, совместный обед, он бесплатный для волонтеров, то есть там какие-то закуски, напитки, и волонтеры встречаются для того, чтобы обсудить, поддерживать как-то друг друга. У нас есть помещение для этого специальное. И каждый год мы устраиваем рождественскую вечеринку для волонтеров, то есть опять же, да, с накрытием столов и так далее, то есть мы на самом деле предоставляем определенную финансовую поддержку волонтерам, в том числе в реализации их какой-то работы, да, и оказываем такую, ну, какую-то, может быть, информационную помощь, если у них появляются вопросы, они не могут сами найти ответ. То есть вот внутри группы однозначно волонтеры сотрудничают и поддерживают друг друга. Я еще видела, что вот был вопрос, если такое, что, например, волонтеры куда-то ездят в отпуск вместе, там, в летнее время и так далее, выезжают на природу, вот такое бывает? Вы знаете, ну, всякие бывают ситуации, потому что, конечно, некоторые волонтеры могут очень сдружиться и проводят много времени вместе уже в плане как бы таком дружеском, но это не сказать, что это такое общерасстраненное явление, потому что все-таки многие волонтеры имеют ведь еще и свои семьи, свой круг общения, своих друзей, то есть они могут сотрудничать как волонтеры только внутри какого-то мероприятия, только выполняя какую-то социальную функцию, но после этого, после выполнения работы, они расходятся и живут своими жизнями, в своей семье, в своем кругу друзей, то есть мы никаким образом не стимулируем такое дружеское сближение между волонтерами. Может быть у кого-то появились вопросы вслух, которые хотят задать? Нет, да? Хорошо, продолжаем. Несколько вопросов было про такую формальную сторону, как организована работа волонтеров, в том смысле, что документы, то есть есть ли какая-то официальная регистрация формы, которые заполняют волонтеры, все ли виды работ могут делать волонтеры, или нужна специализация, какое-то обучение, какие-то корочки. Спасибо. очень важные вопросы. Да, это очень важные вопросы. Во-первых, у нас есть форма, которую волонтер должен заполнить, заполнить, потому что мы должны понимать, в какую работу его можно вовлекать. Здесь, конечно, нет каких-то уж очень строгих правил, но все-таки мы должны понимать, что человек умеет или к чему он больше склонен. Определённую информацию мы, конечно, собираем. И есть у нас договор о неразглашении, о конфиденциальной информации, потому что мы должны уважать вот это правило работы с частной, конфиденциальной, какой-то личной информацией. Ведь может быть такое, что волонтер работает лично с каким-то человеком, и этот человек не хочет, чтобы все вокруг знали особенности его жизни или какие-то вопросы. То есть это часть всё равно профессионального креда, наверное, и волонтера. что касается специального образования, каких-то квалификаций, мы можем предоставлять определённую подготовку и сами запрашивать информацию, потому что бывает такое, для определённых работ нужно какое-то умение, и мы тогда можем потребовать некий документ, подтверждающий навыки. но это бывает очень редко, потому что в общем и целом мы понимаем, что это не работа профессионала, мы не оказываем профессиональную помощь, мы всё-таки оказываем такую посильную добровольную помощь. Может, да, то есть мы проговариваем волонтёру, что вот есть такая работа, вот можешь ли ты её выполнять, если человек говорит нам, что он умеет, значит он умеет, значит он может. Ну и второй момент, да, мы, конечно, заключаем такое соглашение, но при этом мы не можем человека обязать, да, как я уже говорил, появиться в определённый день, в определённое время, это не трудоустройство, но тем не менее, конечно, мы рассчитываем на такую деловую культуру, то есть если человек не может выйти вот в сегодняшний день, да, в этот час и выполнить свою работу, он всё-таки обязан нас об этом уведомить, да, он должен нам сказать, да, что вот я сегодня не могу, могу вот в такой-то день. Ну и, как я уже говорил, у нас очень много различных проектов, различных направлений, да, и вот человек может выбрать, вот может ли он работать как вот друг, да, друг, который приходит в гости, и человек говорит, нет, я, к сожалению, вот это не могу выполнять, я вряд ли хорошо смогу вот так поддерживать, да, какую-то беседу с незнакомым человеком, то есть я бы лучше, например, поработал как организатор какого-то мероприятия, то есть мы однозначно учитываем склонности человека, его интересы в выполнении той или иной работы, то есть у людей есть склонности, и мы всегда это учитываем. То есть совершенно верно, да, то есть волонтер подписывает, во-первых, вот это письмо о неразглашении конфиденциальной информации и в своей форме отмечает, что, какие виды деятельности он мог бы выполнять, да, и что он готов. Если, например, я, ну, если я лично разговариваю с волонтером, чувствую, что человек не сможет выполнять ту или иную работу, я могу сказать нет, я могу сказать, что, знаете, я рекомендую вам все-таки направить свои усилия и помочь нам вот в другом направлении. Итак, у нас время идет, надо понимать здесь еще вопросы. в письменном виде зарезервировано только на один час, и, может быть, оставшиеся вопросы мы можем в письменном виде отправить Бьярты, и он готов будет ответить, электронный адрес можно предоставить участникам, и я с удовольствием отвечу на вопросы, оставшиеся, да, тогда письменно уже по электронной почте. Хорошо, 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 отлично. Спасибо большое за ваш рассказ, действительно было интересно. Я бы хотел еще попросить участников, я положил в чат ссылку на форум обратной связи, пожалуйста, пройдите, запомните ее, и анонсы на будущее мероприятие, тоже регистрируйтесь, приходите, надеюсь, будет не менее интересно, чем сегодня. Также всем участникам будет на почту прислана презентация и запись вебинара. Буквально через несколько дней вы на почту получите, и сможете задать свои принципы в обратном письме вопросом, и перешлем уже докладчик. В принципе, все, спасибо всем большое за участие, спасибо Абьярте, спасибо коллегам Татьяне, спасибо Майя, переводчице. Спасибо. Большое спасибо за возможность рассказать о том, что мы делаем, и приглашаю вас всех в Санасе, если вы хотите узнать, как мы работаем, поближе, и посмотреть, я буду рад принять вас, большое спасибо. До свидания. До свидания, нас сейчас, наверное, отсюда выгонят. Спасибо.